Итак, друзья, мы продолжаем. Следующий у нас это славный прокрут. 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 Я тупой просто. Ну, типа, ну, такая. Сойдет. Не знаю, мне не очень понравилась эта эмоция. Дискотека. Вот это топовая. Вот это мне нравится. Вот это прикольная. Тут, 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 тут. Прикольно. Вот это мне нравится. Давайте еще раз на это посмотрим. Вот это вот эмоция мне... А на 100% у меня останется в этом списке на долгое время, потому что оно прикольно выглядит. Типа, ты убил такой. Йоу, йоу, типа, go to see, там, типа, все дела. Но это прикольно выглядит. И еще вот такая. Кстати, тоже неплохая. Мне тоже нравится. Пфа, пфа, пфа. Давайте еще раз посмотрим. Ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Блин, я тупой. Я не буду повторять. Ладненько. Все. Мы на это посмотрели. Хорошо. Дальше идем. Дальше это у нас вот такая вот тема дорога к мастеру. То есть, за каждого персонажа то есть, вы будете проходить специальные ивенты. Здесь есть кейсик. При прохождении всего вот всего там вента. Давайте ивенты посмотрим. Используйте любую винтовку и завершите игру один раз. Играйте с ручьем и завершите игру один раз. Используйте любой полуавтомат и завершите игру один раз. Сыграйте с друзьями там один раз. За все вот это вот вы прошли задание. Вам дается скин северный кварц. Да, это северный вейпарат. Там же пожинатель, пожинатель, пожинатель. Вот. Дается золото. Вот за каждое задание. Когда вы это все прошли... Куда я ушел? Когда вы это все прошли, открывается доступ к ящику. И вы этот ящик собираете и получаете навсегда скин бесплатно. 7 дней и еще 500 алмазов. Ладно. У военной доблести я не знаю какие требования, но здесь набор Софии будет бесплатно выдаваться. Плюс золотой купон, плюс золото. Неплохо? Неплохо. Очень хорошо. Дальше это Лиза. Здесь какие-то наборы непомятные. Набор базовые запасы и набор эксклюзивных запасов. Плюс золото. Набор эксклюзивных запасов. Фиолетовым подсвечивается. Скорее всего там очень много будет запасов. Но посмотрим как это по итогу будет выглядеть. Хорошо. Дальше. Набор Мока. Мока дают сразу же планер. То есть доску. Он всегда ювелирный бонус. Это скорее всего знаете, это дерево, которое ставится. Мне так кажется. Хотя не факт. Потому что оно ж не фиолетовое. Не знаю короче. Ребят, вот ювелирный бонус честно вообще не знаю, что это такое. Ну и золото. Окей. Дальше это Лаура. За Лауру вам выдается какой-то алмазный купон. Кстати, алмазный купон изменили. И он теперь типа два юниверсари. Там типа, ну поняли. Карточка прокачки персонажа. Ну и золото. Такое себе. Далее это Высший Небес. Это у нас Рафаэль. И за него, за прохождение вам дается парашют. Карточки рейтинга. И золото. Хорошо. Ну и последнее. Это звезда поля битвы. Это как раз таки новая А124. Что? А124. Набор гурмана. Не путать с обжорой набор гурмана. Гурмана если я не ошибаюсь, это серый. Наверное. Ну короче, есть два скина набора на Максима. Есть два набора. Не забывайте в этом. Скидочный купон и 1000 золота. И все. Это абсолютно бесплатно. Вы просто будете проходить. И как я понял, за каждого персонажа отдельно. Хорошо. Далее, что у нас. Это... Сейчас вы узнаете. Братишка, ты же хочешь затестить обновление, поиграть в обнову, зайти на БТТ-сервера? Выход есть всегда. Ведь спонсором данного видео является один эксперт. Да-да, это там самые-самые высокие выигрыши, высокие коэффициенты. Это самый надежный, качественный букмекер. Да, там есть не только спортивные рубрики, но и киберспорт. А по моему-моему, промокоду, который есть в закрепленном комментарии, ты можешь получить до 6500 рублей при первом депозите. Давай, все это делай и заходи к нам вновь участвуй. С тобой я, Жапка. Погнали дальше. Ну и что ж, ребят, далее это у нас рейтинг. Рейтинг теперь изменили, и здесь добавили множество всяких функций. Лига чемпионов, о ней мы поговорим чуть-чуть позже обязательно. Рейтинг гильдии теперь, мир там, слава, регион, ну как бы немножко все по-другому сделали. Окей, рейтинг игрока. Также регион, мир, бедали, мир. То есть все вот это вот можно будет смотреть. Рейтинг, ну конечно, так себе, не знаю, мне не очень понравилось, но очень все запутанно. Это такое, что, где, типа, медали, чего вообще, что происходит. Типа, ну реально непонятно немножко. Но мне это не понравилось. Посмотрим, что по итогу будет. Вот, в принципе, именно по серверу это все. Давайте сейчас перейдем уже к основным темам этого видео. Погнали, ребят. Так, друзья, собственно, буду потихонечку искать. Вот я зашел в каточку. А тут вот такие штуки. Вот такая раз, вот такая два. Вот так они выглядят, кстати. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. О! Ну, чувак. Если он меня убьет, это будет фейлово. Это реально будет фейлово? Короче, не суть. Суть в том, что это работает вот так. Выбираете, вот, типа, гранату. И записываете. Все? Может, сразу же в суть 2. Но ничего не получится. Здесь написано на Free Fire 2019. Хотя на 2010 похоже. Но это 2019, мне кажется, больше. Ну, такая вот тема. Ну, такая неплохая. Прикольная. Вот. Пошли дальше искать. Ну, такое неплохое на уведение, ребят. Ну, а теперь, друзья, переходим далее. Это к битве чемпионов. Короче, новый сезон будет. И там будут создаваться команды. То есть, вы создаете команду. Нужно будет оставлять ссылку на Дискорд обязательно. Я не знаю почему, но вот такая вот тема будет. Это, короче, онлайн-турниры прямо в игре будут. То есть, в определенное время, когда там будет турнир. Ну, не знаю, может быть, каждые 2 недели. И вы туда заходите в это время. И у вас становится доступ, типа, зайти в этот матч. Играете, получаете призы. Не знаю, как это будет в итоге. Надеюсь, что в итоге это будет задел на какие-то глобальные турниры, которые потом у нас будут. Вот. Но пока что эту систему только-только убили. И сразу же убрали из игры. Поэтому я даже не успел заснять ролик. Ну, как и в основном много еще не успел заснять. Далее, это у нас новая пушка Плазмаган. Находится она у нас везде. Чем-то напоминает между Скаром, скорее всего, и Грозой. Не Аэндионс 4 напоминает, а вот реально Скар. Потому что точность более-менее нормальная. А Скоростренность, я думаю, как у Грозы. И по урону там в среднем 25, там 26. А о чем фишки этого Плазмагана? Вы такие скажете, фу, Плазмаган это что это? Мы в Фрифайер играем, а не в какой-то там, не знаю, Киберхантер. Вот. Плазмаган. В чем фишка? Кстати, четвертый шлем. Вот. В чем фишка Плазмагана? То, что у него бесконечные патроны. Он не берет патроны вообще. Кстати, у Плазмагана есть рукоятка и прицел. Но ладно. Окей. Собственно. Собственно. Почему это топовое оружие? Потому что у него бесконечные патроны. Да. И если у вас там закончились патроны, то вы можете вообще не загоняться насчет этого. Плюс глайдер. Вот. И самое главное в этом Плазмагане это будет то, что, ну реально, типа, ты пострелял, ушел, он у тебя зарядился и дальше стреляет. Новое средство передвижения глайдер. Я очень хотел его найти, ребят. Показать вам, насколько круто он летает. Блин, вот я не знаю, зачем выпустили бетку и убрали это все с бетки. Я вчера убил на это около четырех часов времени хоть, чтобы найти. Ничего не нашел, кроме этой гранаты. Но по фишкам в том, у меня, например, друг играл, модер, он нашел пистолет и гранатомет. Вы такие, что? Вы об этом узнаете чуть позже. Окей. И, собственно, глайдер. Глайдер. Давайте я вам объясню, как он работает. То есть, вы его нашли, он у вас ставится вместо, вместо камуфляжа. Вот. И чтобы его пользоваться, его, естественно, надо найти. Мне вот это сразу не понравилось. Лучше бы сделали так, что это новая фиша, которая есть у всех персонажей, да. И вы могли спокойно там перемещаться по карте. Было бы очень маневренно и, типа, вообще, типа, ребята там бегали, прыгали бы и добираться до веса. Возможности было бы в разы проще. Вот. Сам, сам, сам этот глайдер, это охеренная тема. Вы понимаете, что можете с глайдером, вот, вы можете прыгнуть с пика, с пика, с горы пика. И долететь до плантации. Вот настолько это круто. Вы понимаете, насколько это жестко. То есть, это максимально крутое средство передвижения. Но остается вопрос. Зачем он нужен, когда ты играешь в скваде? И что, ты один улетишь, а остальные будут пешком добираться? И ты прилетишь на лицо к каким-то чувакам, которые тебя убьют? Но не знаю. Вот это вот как раз-таки и минус, и плюс этой новой темы. Вот. Я не знаю, как бы по итогу. Посмотрим, что по итогу у нас получится. Я надеюсь, что они будут обаляться на каждом шагу. Вот. И можно будет собрать сквад с тальдопланами этими. Потому что они находятся просто на карте. Это не куст. Это просто на карте можно такую тему найти. Типа вот как бочка там. Вот. Вы поняли. Вот это будет прикольно. На мой взгляд. По поводу плазмогана. Вы сами сейчас видели. То есть, вы настреляли, и он начинает заряжаться. То есть, как я даже не знаю, охлаждаться. Потому что, типа, он перенагревается, и вы не можете его использовать. Естественно, фишка в том, что если вы до конца завязаете его до 100%, то до какого-то процента вы его вообще не сможете использовать. Либо даже пока он не зарядится. Вот. Ну, скорее всего, где-то до 50 он будет вот так вот работать. Вот. Но если вы там до 90, а потом сбрасываете, естественно, вы можете продолжать стрелять. Прикольно, прикольно, прикольно. Далее, что хотел вам сказать. Убрали, наконец-таки, присядку. Вот. Демонстрирует чувак вот этот. Вот. Спасибо ему за это. Потому что, ну, я бы не смог вам это все показать. Потому что, ну, реально, с бетки убрали, блин, обидно. Присядку убрали. Все, бутылки не будет, ребят. Ну, скорее всего, не будет надеять. Бутылка работает раз на 10 раз, грубо говоря. То есть, может сработать, но очень редко. Как они ее убрали, спросите. А когда вы стоите, у вас автонаводка срабатывает не на голову, а будет в тело. То есть, вот так вот по максимальному убрали. Теперь только будем играть с помощью всяких оттяжек, автонаводской стрельбой. Вот во всем вот этом вот будет теперь весь Free Fire. Ну, либо в контроле каком-то другом играть. Вот. Несомненно, это круто, потому что на турнирах, ну, это был бред. Типа, ты играешь, тебя могут с одного-два выстрела убить просто так. Из-за того, что там кто-то в окно тебя увидел. Присел, встал. И ты, до свидания, увидимся в могиле Аривидерчи. Вот. Ну, это такое себе. Ладно, ребят, идем дальше сейчас. Ну, а далее это у нас новые пропуска. Точнее, показали эмблемы с пропусков. То есть, что у нас получается. Не смотрите на цену, это просто достает из файлов игры. Вот. Это как раз-таки какой-то полувампирский, полудемонический пропуск. И как раз-таки эмблема напоминает, знаете, чё, как был у нас этот зомби-самурай. Но второй, вторая эмблема напоминает, типа, шерифа. И это как раз-таки ковбойский вот этот дикий запад. Пропуск, которого я больше всего жду. Я реально возлюкаю на него надежды. И надеюсь, Горена будет делать сейчас топовые пропуска, как это было с садниками. Далее новый персонаж. Джосеф. Джосеф, какой-то дед. Да, именно твой дед. Вот. И Джосеф это новый перс. Единственное, что я не знаю, какой у него навык будет. Какой-то, как я понял, какой-то рывок, что ли. Может быть, я не знаю. Честно, я даже не буду догадываться. Какой-то рывок. Всё. Вот, я не знаю, ребят. Ну, честно, не знаю. И выглядит, кстати, прикольненько. Такой, типа, солидный мужичок. Типа, йоу. Вот. Но главное, что это будет что-то связано со скоростью. А, как вы знаете, практически каждый такой хороший топовый игрок пользуется персонажем Келли. Потому что, ну, типа, скорость это очень важна. Вот. И дополнительный навык со скоростью, который, если будет нормальный, а не как у Каролины, вот эта вот помойка, то это будет один из топовых персов, как вот сейчас А-124, который будет выходить. На которого хп-шки восстанавливаются. Вот. Ну, это топово, на мой взгляд. Не знаю, как вам, но мне реально максимально понравилось. Вот. Далее, что у нас? Это новый инкубатор. И какой-то, типа, инкубатор из одежды будет, честно, не знаю. Вот. И как я понял, у нас несколько будет таких инкубаторов. Плюс также вопрос, почему Фамос был с чертежом инкубатора, тоже не знаю. Вот. Естественно, все уже, наверное, знают то, что будет инкубатор с Харли Квинтом, с Клоуном. То есть, вот такой вот будет обязательно тоже инкубатор. Ну, и последний, скорее всего, будет какой-то еще дополнительный оружейный инкубатор. Хотя, не факт. Хотя, вот, реально, далеко не факт. Ладненько. Переходим к самому последнему. Это какой-то пистолет-гранатомет. Я его тоже не смог найти. Модер мой нашел, кстати. Сверх редкий на бетке, но, может быть, его сейчас добавят, и можно будет им пользоваться. А в чем фишка? Это пистолет-гранатомет. Наносит не очень много урона. Максимум наносит, как я понял, 90 урона, если чувак без броника. То есть, это такое оружие, чтобы ты будешь рашить дома, выстрелить, и чуваки будут убегать такие. Типа, йоу, надо убежать. Видите, он наносит 50 урона в тело. То есть, это не настолько имба, как вы думаете. Но неплохая тема, согласитесь. То есть, вы можете юзать. Проблема в том, что если вы найдете нормальный граник с дропа, и вы будете юзать такие же патроды, то это все хана. Потому что вы можете к тому времени найти хотя бы там 6 снарядов и просто уничтожить всех своих оппонентов. Жестко, жестко. Ребят, надеюсь, вам понравилось данное видео. Надеюсь, я на бетке найду отдельно каждое оружие и засниму вам отдельно по каждому оружию видос. Поддержите меня лайком и обязательно подпишитесь на канал. Буду очень благодарен. Всем удачи, всем пока. Хочешь получить мастера, но не хочешь ебаться с поднятием рейтинга? Мы можем поебаться. Изи буст. Ссылка в описании. Ссылка в описании.